Всем привет-привет! Всем отличной недели! Сегодня мы с вами будем делать расклад, который, не помню, кто меня попросил, вроде бы я где-то себе отметила, но как-то не смогла найти, на тему, которую вы уже видели, название «Эго и эгоизм», что между ними, какая грань. Расклад будет, ясное дело, на одну позицию. Почему ясное дело? Потому что я отношу такие расклады к категории философских, и поэтому будет много объяснений, много пояснений, много разговоров. Если вы не любите, так скажем, философские темы, они вам чуждые, они вам не близкие, не понятные, то этот расклад будет не для вас. Для всех остальных, прежде чем мы начнем делать расклад, нужно прийти к общему знаменателю в контексте пояснений. Расклад я сказала, да, по-моему, уже, что будет на одну позицию. Сначала нам нужно разобраться понятия, эти понятия очень часто путают, да, эго и эгоизм, и кажется, что это одно и то же. На самом деле это не совсем так. Вот. В силу своих небольших знаний, да, я попробую вам показать, не углубляясь очень, так, знаете, в психологию либо философию, в общих чертах, показать разницу. И потом мы с вами попробуем сделать нечто аналогичное на Таро, посмотреть, какие ответы нам даст колода. На самом деле для меня это тоже вызов. Почему? Потому что, ну, я не знаю, когда я, так скажем, наедине с собой, да, сама с собой, я могу делать такого формата расклада, да, для того, чтобы беседовать, особенно если вы, не знаю, начинающий Таролог, либо уже практикуете беседы сами с собой через систему Таро, они очень интересные. А у кого есть, например, тотемы, то можно с ними разговаривать через Таро. Это тоже один из форматов взаимодействия с нашим бессознательным. Почему? Объясню. На самом деле Таро, я сейчас высказываю свою субъективную точку зрения, Таро сами по себе, да, карты, они не имеют никакого значения, не несут в себе никакой ценности. Потому что с практической точки зрения это просто картон, бумажка, вот, и на нем есть картинки. А вот ценность Таро несут как раз-таки символы, которые изображены. То есть, как это правильно сказать, знаете, как выражение, да, не сотвори себе кумира. Таро как инструмент сам по себе, он ничем не отличается от какого-нибудь там дневника, книги, ручки, карандаша, ножницы и так далее. То есть, это лишь инструмент. И вопрос в его ценности как раз-таки зависит от человека, который использует этот инструмент. Точно так же, как и магия. То есть, магия сама по себе, это некая форма энергии, вот, и она нейтральна. И в зависимости от того, как маг, либо человек, который взаимодействует с этой энергией, на что он ее направляет, от этого и либо появляется ценность, либо наоборот идет обесценивание, да, этой ценности. То есть, обесценивание в контексте, например, черной магии, если она направлена на подавление воли другого человека, вот в этом ее, скорее всего, и отличие черной-белой магии, потому что, как правило, магия не делится на черную и на белую, вообще никак не делится. Потому что энергия, она нейтральная. А вот то, куда ты направляешь эту энергию, используя свою собственную волю для достижения чего-либо, вот от этого будет зависеть. То есть, если твоя энергия направлена осознанно на основе собственной воли, направлена на достижение каких-то своих желаний, подавляя волю другого человека, это будет уже черной магией. Если это никаким образом не подавляет волю другого человека, то это можно уже рассчитывать как белая магия. Так вот, в контексте Таро сам в себе инструмент, он, по сути, не имеет ценности. Ценность имеет символика, которая изображена в Таро. Поэтому для тех, кто понимает эту символику, может открыться целый мир, и он будет на виду. Для тех, кто не понимает символику, может показаться достаточно сложно и непонятно. То есть, если дать любую колоду маленькому ребенку, он просто будет рассматривать картинки, потому что они для него не имеют никакого значения. Почему люди любят именно Таро? Потому что в Таро заложены очень древние, понятно, нашему бессознательному, символы. То есть, символы всеобщие, понятные любому человеку. То есть, если любому человеку на бумажке нарисовать сердце и показать, независимо от того, в какой стране он находится, какая у него вера и исповедание, он, конечно же, поймет, что значит сердце. Если, например, изобразить символ Венеры, если маломальские люди немножечко, ну, либо Марса, сталкиваются так или иначе с астрологией, то понимаю, что вот это, например, идет изображение, символ мужской, например, энергии, либо Марса, а вот это женская, и это Венера. То есть, символы, они понятны нашему бессознательному. И поэтому они, с одной стороны, такое ощущение, что вот они как будто бы записаны в памяти, именно в памяти в отделе бессознательного. Такая вот эта вот общая память, которая существует у всех людей, да, и которая передается из поколения в поколение, да, а она никуда не исчезает. Вот это как раз-таки и имеет отношение к символам. И это то, что завораживает, и это то, что притягивает, и это то, что дает вот какую-то определенную ценность. Вот если люди умеют понимать символику, изображенную в Таро, тогда она для них обретает ценность. Если человек не понимает символизмы, то, в принципе, инструмент, он не будет иметь никакого значения. И вот сегодня, да, просто такое захотелось сказать, ну, такое вот, как это, боже мой, отклонилась от темы, просто захотелось это сказать. На самом деле это одна из причин, почему я люблю колоды, в которых действительно содержится символика, понятная даже неосознанно почти каждому человеку. И поэтому, если посмотреть на колоды, которые больше всего продаются в мире, то, как правило, мы говорим, на основе колоды Уэйта. Ну, то есть это карты на основе колоды, использованной в Ордене Золотой Зари. Она наполнена символами. Эти символы, в принципе, они есть и в колоде Уэйта, и в колоде Тота. Очень много символов. И когда ты понимаешь смысл, тогда интерпретация, она становится очень понятной и легкой. А все остальное, и это как раз-таки вот, может быть, опять же, моя субъективная точка зрения и мой выбор, почему мне не нравятся колоды нового времени, которые выходят сейчас, там, я не знаю, с кошками, либо еще что-то, там, феи, русалки и так далее. Они красивые. Это очень хорошо рисуется на камеру, очень красиво, приятно смотреть. Но в контексте символизма, если символика утрачена, то эти колоды, они просто становятся как оракульные. Ты смотришь, и все, что в любом случае ассоциативно включается в твоем бессознательном, ты это интерпретируешь. Но ценность, еще расскажу, для меня любой колоды это символика, которая должна присутствовать, вот, не знаю, как канонический какой-то, каноническое понятие, которая должна присутствовать в любой колоде. Если ее нет, я, например, не выбираю эту колоду, потому что, ну, она мне будет не близка. Вот. Но сейчас не про меня, тема, значит, про эго и эгоизм. Я немножко поискала, немножко не стала углубляться. Почему? Потому что, ну, вот, во-первых, у меня не стоял такой вопрос, да, для себя разобраться, в чем именно разница между эго и эгоизмом, вот где-то на уровне, не то чтобы интуиция, а внутреннего такого понимания, вот именно между солнечным сплетением и сердцем, вот для меня там находится мой центр яснознания. Вот там внутри я понимаю, я не могу это объяснить словами, да, почему именно так, что, но вот именно вот в этой области я понимаю разницу, то есть я ее могу, возможно, не смогу обрести форму, облачить форму, да, но для себя я понимаю, поэтому для меня не стоял такой вопрос в понимании, что в чем разница между эго и эгоизмом. Вот где-то, ну, это еще, знаете, можно было бы сказать, как-то интуитивно я понимаю для себя, да, но объяснить не могу. Кстати, возвращаясь к Таро, если вы когда-нибудь задумывались, особенно если вы практик, в чем отличие эрофанта от отшельника? В принципе, тут и другой достаточно мудр. Разница только в том, что эрофант получает информацию от верховной жрицы, то есть он сам ее не прожил, он сам ее не прошел как некий такой опыт для себя, но при этом это человек, который очень много разбирался в данной тематике именно на уровне интеллекта, да, то есть, возможно, много изучал, поскольку эрофант у нас все равно изображается в более древних колодах, как папа, как папа римский, да, то есть вот чтобы изучить вот это богословие, да, нужно прочесть кучу всевозможных книг, это все заучить, это понять, то есть его задача передать знания, которые он уже получил, он их сам не находил, он в этом не разбирался, он их получил, и его задача показать другим людям в виде неких таких догм и правил, да, как нужно, в каком направлении двигаться, как правильно жить, да, там, заповеди, он это все передает, а вот отшельник — это как раз-таки тот архетип человека, который самостоятельно, как говорится, на своей шкуре все прожил, все понял через какой-то анализ, через размышления, через углубление в себя, через погружение во всевозможные потаенные какие-то уголки своего сознания, через встречу со своими тенями, и он нашел вот этот вот внутренний свет, и в нем, знаете, вызрел через период, через какой-то опыт, поэтому не случайно аэрофант, отшельник у нас мудрец, да, опять-таки ассоциация, вот символика, о которой мы говорим, да, там всегда изображен мудрец с седыми волосами, почему? Потому что седина — это условно говоря, показатель времени, что долгое время прошло, мудрость приходит с годами, со временем, с поиском, с опытом, и вот дозрел человек до того состояния, когда он уже хотел бы передать что-то, да, вот эти вот свои инсайты, которые он получил, но, к сожалению, они не востребованы, не потому что у людей нету такого запроса, а просто ту мудрость, которую получает отшельник, он ее получает для себя, исходя из своего опыта, и вот то, что он понимает, это важно и ценно для него, вот то, что я, в принципе, и говорила в самом начале про таро, то есть это важно для тебя, потому что ты прошел какой-то свой опыт, ты что-то осознал, ты в чем-то разобрался, ты что-то понял, но ты не можешь про это говорить, потому что с одной стороны это будет неуместно, ну, во-первых, не будет такого спроса, потому что каждый человек проживает свой опыт, даже если он в чем-то схож, в любом случае, он не идентичный вашему, это как раз-таки тоже такой показатель, почему я не люблю советы, и всегда говорю, не надо советовать, не надо рекомендовать, человек сам поймет, помогите ему разобраться, но не надо его учить, вот не надо ничего советовать, рекомендовать, потому что у каждого человека свой опыт, и вот отшельник, он как раз-таки, получив вот этот свой внутренний инсайт, внутреннее озарение, понимание, он не сможет передать информацию, потому что она будет, с одной стороны, не востребована, а если будет востребована, то не будет понято, потому что для того, чтобы понять то, что понимает отшельник, нужно пройти его путь, поэтому отшельник всегда стоит с фонариком, он не светит в себе, он как маяк светит другим людям и говорит о том, что вот там, где ты был, там, где ты сейчас находишься, я уже был, а там вот, где я сейчас нахожусь, ты туда придешь, то есть вот как маяк, ты придешь к тому, куда я пришел, просто путь твой, он будет немножко другой, поэтому возвращаясь, и так, много такое отклонение, но я любитель, вы знаете, философии, всевозможных размышлений, и так, что я нашла в интернете на тему эго, что такое эго, опять-таки, у нас будет отсылка к психоанализу, к Фрейду Юнгу, что такое эго, согласно психоаналитической теории, та часть человеческой личности, которая осознается, как я, и находится в контакте с окружающим миром, сейчас, посредством восприятия, то есть по сути, это составляющая нашей личности, исходя из этого, мы сразу можем понять, что это часть личности, мы не можем от нее избавиться, это то, когда каждый задает себе вопрос, вот кто я, и у него внутри есть вот это вот ощущение, то есть это человек, это личность, которая себя осознает, вот именно как я, он понимает, что это я, а это другой человек, это я, а это какой-нибудь другой предмет, вот то, что вы внутри себя осознаете, как я, это и есть эго, эго человека, и оно, исходя из того, что вам здесь сказано, находится в контакте с окружающим миром, под средством восприятия, что такое эго человека, простыми словами, да, что нам здесь выдает интернет, эго, это психологическая субстанция, служащая в концепции Зигмута Фрейда для описания человеческой психики и динамики ее развития, то есть это часть психики, как мы сказали, и то, как она развивается, то, что вот мы рассматриваем как раз таки в динамике, как мы меняемся, не меняемся, вот кто меняется, не меняется, вот мы говорим, мы растем, да, мы эволюционируем, и мы привыкли это говорить как душа, но в данном случае здесь идет как раз таки вот понимание вот этого я, эго, я, то есть эго, связывает две другие субстанции, оно и суперэго, а также выступает как связующее звено между окружающей средой и внутренним миром индивида, то есть это то, что взаимодействует с внешним миром. Нужно ли человеку эго? Ну, эго в первую очередь является внутренним вот этим вот состоянием, переживанием я, это важная часть составляющей жизни человека, и поэтому его нужно принимать, потому что это часть личности, то есть отказываясь от эго, это получается, ты отказываешься от какой-то части себя, и как следствие, ты не являешься целостным. Так как эго отвечает за некую защитную функцию и помогает в понимании восприятия человеком, где я, где не я, то, что, в принципе, я и сказала ранее. И следующий вопрос, чем личность отличается от эго? Эго и личность. Эго — это самостоятельная мотивация сделать этот мир вокруг себя лучше, и это желание жить. То есть традиционно понятия личность и эго, они разделены, это разные вещи. Эго принято считать частью личности, то, что, в принципе, сказали вначале. Личности, которые кроме самоидентификации, правильно я бы сказала, самоидентификации, типа пропустила, обладают еще и талантами, навыками, социальными, психологическими и интеллектуальными. Эта личность этим обладает. Вроде бы, мне кажется, вот по этой выжимке, да, должно быть понятно, по сути, что такое эго. То есть это часть личности, если коротко, одним словом. Что ж тогда в таком случае эгоизм? Эгоизм — это чрезмерная любовь, ключевое слово чрезмерная, то есть отсутствие меры, чрезмерная любовь к себе со склонностью подчинять интересы других людей своим собственным, а также склонность человека говорить о себе и всегда представлять вещи со своей стороны и в своих интересах. Опять же таки, это хорошо, когда мы смотрим чисто субъективно на мир, да, это хорошо, когда мы думаем о своих интересах, но ключевое — это чрезмерно. То есть когда мы особенно подчиняем интересы других людей, да, своим собственным, и когда мы чрезмерно много говорим о себе, выпячиваем, то есть по сути это может быть, в некоторых моментах даже и описывает, как этот, мужем и противоположность, как антигонист, антагонист альтруизму. Поэтому эгоизм, можно сказать, что это действие, да, это некий такой процесс, а эго — это составляющая нашей личности. Поэтому быть эгоизмом, говорят, это плохо, опять же таки, в контексте чего? В контексте того, что у человека нету меры, у человека идет перекос. Вот в этом, вот в этом понятии, да, эгоизм, он не, ну, не хороший, если так можно сказать. Вот. А эго само по себе это часть личности. Мне кажется, это достаточно понятно было. Вот. Ну, кому интересен этот вопрос, вы можете даже самостоятельно разобраться, всегда помните, да, что у вас по другой интернет, книги, любая информация, ищем то, что нам откликается, берем эту информацию, в каких-то моментах отключаемся, да, размышляем на той информации, которую мы получали, сопоставляем со своим личным опытом и делаем некие выводы. Вот это вот правильная, созидательная работа, когда мы что-то хотим узнать, потому что недостаточно получить какую-то информацию извне и ее перенять, ее нужно перепроверить, то есть пропустить через себя, для того, чтобы получить опыт. И когда у вас будет собственный опыт, у вас будет собственное мнение, и оно правильно, неважно, опять же таки, правильно в каком контексте, правильно, потому что это ваше, потому что вы это пропустили через свои собственные жернова сознания и опыта, в котором вы находите. То есть лучше сто раз иметь собственное мнение, чем перенимать чужое, просто потому что оно красивое, вот, поэтому, почему, ну, на мой взгляд, плохо это делать, потому что, мне кажется, что миру копии не нужны, то есть миру нужны личности, индивидуальности, то есть человек, у которого есть, который осознает свою природу и свою суть, который, пускай идет своим путем, пускай он даже будет неправильный, с точки зрения, я не знаю, каких-нибудь оценок, но человек идет своим путем, он найдет, правильный, неправильный, туда он идет или не туда, он свой путь всегда найдет, если он идет в согласии со своей природой, согласия со своими какими-то взглядами. Возможно, он будет не угоден другому, но это намного лучше, чем опять-таки быть копией кого-то, быть на кого-то похожим, и при этом часто бывает так, что ты идешь против своей собственной природы. Но это вот моя точка зрения, мое субъективное мнение. Так, вот такое вступление. Ну и теперь давайте посмотрим несколько вопросов. Я здесь себе написала, по-моему, четыре. Нам же все-таки важно понять. Опять-таки, отвечая на вопрос, какая разница между эго-эгоизмом мы увидели и какая грань, тоже в теории посмотреть. Теперь посмотрим, что нам скажет карта. Итак, что такое эго? Что такое эго? Эго, да? Какой-то процесс здесь получается. Эго — это как некий процесс, над которым человек работает долгое время. И здесь не факт, что он получает некий такой результат. Но при этом нет. Результат он получит. И результат по десятке сосудов заключается в том, что человек должен прийти к целостности. То есть это, скорее всего, проявление в нашем материальном мире, то, что там было сказано. эго взаимодействует с внешним миром. Вот он, внешний мир по пендаклям. Кто-то меня недавно спрашивал, как правильно, пендакли или педакли. На самом деле, ну здесь вопрос, насколько проговариваешь, правильно, как это? Боже мой, как это слово-то правильно говорит? Вот, ну на самом деле, это через нэ, да? Пен, пендакль, пендэ, пендэ. Это по-гречески цифра 5, вот, а там пятиконечная звезда изображена. Здесь пендакля. Через нэ. То есть здесь, по сути, эго это некий такой процесс взаимодействия с миром, получается, да? Который должен привести к результату, но он пока еще не привел к результату по десятке сосудов слияния, объединения со своим высшим я. То есть к целостности, да? Это то, что помогает человеку прийти к целостности через труд. И этот труд, поскольку это семерка пендаклей, да? Это очень-очень долгий процесс. Это не быстрый процесс. Здесь получается как-то так. Хорошо, тогда в таком случае, что же такое эгоизм? Эгоизм – это эмоции, да? Как нам здесь король кубков показывает. Эгоизм – это отсутствие, так скажем, да? Логики. Отсутствие этого эго – это то, что включает нас в проживание каких-либо моментов, причем от отклонения от золотой середины. Почему здесь идет отклонение? Потому что король кубков – это тот, кто управляет эмоциями, тот, кто владеет стихией воды. Но в любом случае он, как это сказать, в его подчинении вся гамма эмоции. А вся гамма эмоции, она может уходить от одного полюса к другому. То есть вот этот вот маятник, который раскачивает. И в идеале бы, да, что человек должен быть, скажем так, в таком состоянии, когда вот это вот раскачивание маятника, амплитуда, она должна быть минимальной. Чем больше идет отклонение и раскачивание маятника с одной стороны в другую, вот именно в контексте эмоций, тем сложнее человека. То есть я чрезмерно люблю, и я чрезмерно ненавижу, я чрезмерно добр, и я чрезмерно злой. Кстати, вот в контексте, опять же таки, да, в суде, говорят, человек был в состоянии аффекта. Почему? Потому что эмоциональный фон перекрывает его логику, и он становится, условно говоря, неким таким животным, да, и в таком состоянии. Почему животное? Потому что отсутствие логики. Совершаются разные преступления разного рода, да, то есть человек не контролирует. Поэтому здесь эгоизм – это когда присутствует чрезмерная эмоциональность. Опять же таки, да, у нас там в теории было, что эгоизм – это когда человек чрезмерно много, да, то есть теряет эту меру, эту золотую середину, чрезмерно разговаривает о себе, либо ставит свои интересы выше других интересов, да, то есть думает, думает только о себе. Но здесь, если бы человек действительно думал, да, то у него бы включалась вот эта вот часть, да, нашего эго. А здесь, скорее всего, человек не думает, а проживает эмоции, да, то есть вот выводы его идут на основе эмоционального фона. Поэтому, опять же таки, кого мы называем обычно эгоистами, да, либо людьми, которые думают только о себе. Опять-таки, контекст думают здесь, ну, чисто для описания, не потому что так и есть на самом деле. Мы обычно говорим про детей, да, то есть все дети, они зациклены, зациклены на себе, они эгоцентричны, да, в некоторой степени. То есть их центр – это эго, то есть они думают только о себе. И, опять-таки, как они себя ведут, да, достаточно эмоционально. То есть они не думают, допустим, там, есть деньги у родителей или нет, у них нет такой задачи, они несут никакой ответственности, если они захотели что-то, купи, я буду требовать до тех пор, пока я не получу то, что я хочу. То есть мои интересы, они выше других интересов. И, как правило, это идет вот именно через эмоции. Еще что такое эгоизм? Ну, королева Пентакли, она у нас указывает, опять-таки, с одной стороны, на собственную ценность, да, то, что вот мы и говорим. Но здесь именно вкупе с эмоциями я бы сказала, какая-то такая вот немножко перевернутая, перевернутое понятие королевы Пентакли, то есть та, которая не имеет собственной ценности, то есть она не осознает. Почему? Потому что если человек осознает свою собственную ценность, то, в принципе, он приходит к такой психологически зрелой личности, да, когда я правильно выстраиваю границы, я понимаю, где я, а где не я. Вот это вот то, что мы сказали, это про эго. Когда у нас нету этого понимания, вот где я, где вот эта вот граница, где начинаюсь я, и начинается кто-то другой человек. То есть весь мир крутится вокруг ребенка, да, вокруг эгоистов. Все мне должны, все будут делать то, что хочу я. Это вот как раз-таки не потому, что я знаю свою собственную ценность, а как раз-таки человек, который себя не понимает, человек, у которого нету понимания вот этого я, кто я есть на самом деле, кто себя не идентифицирует. Это, по сути, есть маленький ребенок, который сливается вот со всем миром, да, который его окружает. То есть у него нету понимания. Вот эта игрушка моя, это игрушка другого ребенка. Есть просто игрушка. А если есть игрушка, я ее возьму. Понимаете, вот это вот такая детская позиция. То есть, наоборот, обесценивание в некоторой степени, неумение выстраивать границы, да, и неумение, наверное, искаженное, да, искаженное, опять-таки, король кубков, иллюзии, эмоции, искаженное какое-то восприятие заботы, заботы о себе и заботы о других. То есть вот в таком контексте. Опять же-таки, да, я говорю, но вы пропускаете через себя. Вам откликается? Окей. Не откликается? Поставьте видео на стоп и подумайте немножко самостоятельно, да, а вот какой у меня будет ответ на тот или иной вопрос, да, вот что мне приходит на ум, как я это воспринимаю. Вот это вот очень такая индивидуальная работа. Смотрим дальше. Следующий вопрос. А для чего мне эго? Вот для чего мне нужно эго? Ну вот Рыцарь Пендакли хорошо показывает о том, что эго нужно для того, что, опять-таки, Пендакли в этом мире, именно в материальном мире, проявлять себя. То есть эго помогает наши какие-то идеи, наши какие-то задумки, мысли, то есть это взаимодействие с внешним миром, проявлять, материализовывать в этом мире и двигаться по жизни. То есть эго, оно помогает в материальном мире создавать, создавать этот мир, ну в контексте чего, не в контексте творения, а в контексте того, как вот взаимодействовать с этим миром, да, как проживать. Причем на каждодневной основе, да, то есть это, опять же таки, терпение, это понимание, это вот такое спокойное отношение к тому, что происходит вокруг меня. То есть по сути, в некоторой степени, да, здесь эго у нас получается, это такая логическая часть нашей личности, в отличие от эмоциональной части, да. То есть это не логическая эгоизм, это как будто бы не логическая какая-то часть личности. Так, а еще для чего нам нужно эго? Ну вот видите, материальный мир здесь проявляется в большей степени для того, чтобы жить, наверное, во-первых, для безопасности однозначно, а с другой стороны, для того, чтобы жить комфортно, да, для того, чтобы адаптироваться в этом мире, получать удовольствие, получать наслаждение. Но опять же таки, вот как это сказать? Это скорее всего та часть личности, это не вся личность, а это та часть личности, которая вот как будто бы она выходит изнутри нас, да, во внешнем мире, с кем-то поговорила, что-то сделала, я не знаю, оплатили какие-то счета, куда-то сходили, что-то сделали, с кем-то договорились, потом гоп, она опять заходит внутрь нас и сидит до следующего. Как у некий такой посыльный, мне здесь рисуется, да, правильно взаимодействовать, да, так, чтобы это было и безопасно, и с другой стороны, именно комфортной жизни через понимание материи. То есть должна быть какая-то составляющая, которая понимает этот материальный мир, из чего он состоит, как в нем адаптироваться, как в нем проживать. То есть это вот такая часть. Хорошо. Теперь смотрим дальше. Как я могу использовать эго себе во благо? Вот эту вот логическую часть, не эгоизм, эмоциональную часть составляющую, а скорее всего логическую часть. Личность, и как я ее могу использовать себе во благо? Ну, только по справедливости, да, только по справедливости, только, опять же таки, здесь должно быть баланс, здесь должно быть выравнивание. Мы не можем отклоняться в одну или другую сторону, да, то есть по аркану справедливости здесь уместно, в чем заключается здесь баланс. С одной стороны, да, мы видим, что у нее глаза у справедливости закрыты. Для чего? Для того, чтобы не видеть иллюзорный мир, в котором мы можем находиться, и чтобы ничего извне не влияло на принятие решения. С другой стороны, весы указывают на как раз-таки эмоциональный фон, в том, что нужно прислушиваться к своей интуиции, но при этом окончательное решение надо принимать головой. То есть здесь должен быть баланс, да, вот то, что мы говорим между сердцем и умом, но, скорее всего, здесь нужно слушать свою интуицию, слушать себя и принимать правильное, верное решение. То есть не быть холоднокровным, не рубить с плеча, не торопиться, все проверить, все взвесить, все проанализировать и прислушаться также, да, взять в учет свою интуицию, свое внутреннее какое-то восприятие, ощущение мира. И именно в этом симбиозе, да, принимать решение без какого-то влежья, как это, не бескомпромиссно, какое-то слово такое я уже сейчас не могу вспомнить, когда ты абстрагируешься от внешнего мира, когда оно не влияет на тебя. Ох, не помню, без, дальше не помню. Ладно, неважно. Еще, как можно использовать эго себе во благо? Когда мы хотим исцелить, когда мы хотим пойти во что-то новое, прежде чем пойти во что-то новое, когда нам надо, то есть здесь ротер сосудов, он указывает на несколько моментов. Первое, это когда идет исцеление, исцеление наших травм. Второе момент, это когда идет вот здесь вот дети, да, напоминание, как рождение в Аркане Солнца, когда идет какое-то новое начинание. Мы хотим пойти в это новое, но чтобы пойти в новое, нам нужно исцелиться от своих прежних травм, от своих прежних каких-то болезненных моментов. И следующий момент, когда нам нужна коммуникация. Поэтому эго, оно помогает нам, вот то, что я сказала, краски во внешнем мире, это то связующее звено нашей личности с личностью другого человека, да, то есть в контексте коммуникации, то есть общения. Поэтому эго нам помогает в общении, в коммуникации, в том, чтобы мы проанализировали свои какие-то травмы, сценарии, их проработали, потому что оно нам поможет погрузиться в наше бессознательное. И когда мы должны двигаться вот во что-то новое, то есть здесь, скорее всего, надо будет проанализировать, да, что-то понять, либо умение выстраивать какую-то стратегию правильную, то есть вот как раз-таки логические какие-то процессы для этого нужны. Вот в таких моментах, да, нам эго, мы эго можем использовать себе во благо. Ну, что еще? Давайте просто посмотрим две карты, как, я не знаю, как совет, не совет, просто что скажет. Что еще? Какой информации нам здесь не хватает? Трудно, трудно в понимании то, что я сказала, но так бывает всегда, когда затрагиваешь достаточно абстрактные темы, либо философские. Почему? Потому что почва изначальная, у каждого она своя, да, то есть вот эта вот база знаний, она у каждого, у каждого она своя. То есть если на школе учат читать и писать, то мыслить, либо как-то обрабатывать какую-то такую достаточно сложную, абстрактную информацию нас не учат. И это вот какой-то собственный опыт должен быть, да, то есть человек должен самостоятельно к этому приходить. И поэтому здесь сложность именно в понятиях, с одной стороны. С другой стороны, здесь трудно, может быть, как раз-таки понять, как я могу быть не эгоизмом, да, не эгоистом, когда у меня очень много либо обязательств, либо очень много желаний, да, потому что желания, они вот сюда идут у нас, наши желания, наши эмоции, наш эмоциональный фон. Туда идут наши желания, и наш ум, он должен это уметь контролировать. Либо наоборот, да, как я могу справиться с эгоизмом, если у меня очень много обязательств, которые, опять же-таки, я взложила на себя. Я часто говорю, что десятка жезлов — это проявление как раз-таки эгоизма. Почему? Потому что человек не рассчитал свои силы. Да, то есть он захотел получить больше, то есть здесь утрачены меры, он захотел получить больше, чем он смог выполнить, да, то есть либо больше возложил на себя обязательств, чем он может справиться. То есть человек здесь не рассчитал свои силы. Опять же-таки, если человек, мы говорим про эго, то эго, оно отдает себе отчет, да, так как это часть личности. Оно понимает, мое не мое. А вот у эгоизма, да, у него нет такого понимания, мое не мое. Там, наоборот, вот идут вот эти нарушения, границы. Поэтому десятка жезлов и считается картой в некоторой степени эгоизма. Почему? Потому что человек взял на себя больше, он это тащит, потому что он считал, что вот он с этим справится, то есть он ушел от меры с одной стороны. А с другой стороны, почему он взял на себя, да, то есть вот если копать глубже, почему он взял на себя больше ответственности, обязательств? Потому что он посчитал, что кто-то другой не сможет с этим справиться. Вот. А я смогу, да. То есть опять же там какие-нибудь вторичные выгоды могут быть вот с этой точки зрения. То есть, не знаю, может быть, я возлагаю на себя какие-то чужие дела. Для чего? Для того, чтобы получить признание, либо для того, чтобы меня заметили, для того, чтобы меня отблагодарили. Вот в таком контексте я имею в виду вторичные выгоды. Ну и еще один аркан. То есть, невзирая на то, как вам сейчас будет сложно в понятии информации, все равно по рыцарю жезлов нужно двигаться вперед, да, то есть продолжать. Здесь, скорее всего, больше идет, наверное, как рекомендация. То есть возьмите вот эту вот информацию и сделайте ее своим опытом. То есть не просто послушали и забыли, да, это вот как разки про пожар жезлов, а это нужно перевести именно в контекст действий. Рыцарь жезлов нам говорит про движение. То есть это воздушная часть огня. Это две стихи. Воздух и огонь. Огонь в данном случае — это вот эта вот информация, да, как жезловая, как часть жизни какой-то. Вот то, что вы получили. А воздух — это движение. То есть нужно эту информацию для того, чтобы ее понять, для того, чтобы ее осознать. Нужно с ней поработать, по взаимодействию. То есть рыцарь — это всегда про то, что у нас уже есть. То есть мы когда-то получили, либо мы уже владеем информацией, но нам ее нужно заземлить в контексте практики. То есть надо с ней что-то делать. Здесь вопрос действия. Рыцарь, они всегда про действия. Они не про теорию, они про практику. Поэтому здесь информация о том, что то, что для вас является, возможно, сложным в понимании на данном этапе, попробуйте это применить на практике. То есть что-то сделать, совершить какие-то действия. Для этого, для того, чтобы осознать и понять. Вот такой вот расклад сложный. Очень сложный на самом деле. Ну, я не знаю, как он будет в вашем восприятии. Напишите, да, что, как и вы понимаете, что значит для вас эго и что значит для вас эгоизм. Посмотрим. Может быть, у кого-то будет совпадать мнение. Может быть, у кого-то будет разное. И то, и другое приемлемо. Потому что, ну, у каждого, еще расскажу, у каждого свой опыт, каждый воспринимает по-своему информацию. Все зависит от того, на каком уровне мы находимся. И опять же таки, вот в таких философских раскладах я всегда рассматриваю с точки зрения больше теории и общих каких-то понятий. А на практике это может оказаться немножечко иначе. То есть я отношу себя больше к теоретикам, нежели к практикам. Как-то так. Благодарю вас за внимание. Благодарю человечка, который порекомендовал мне эту тему. Не знаю, насколько она осталась удовлетворенной от расклада. Насколько он стал ей понятен. Я с вами прощаюсь. Напомню, что... Не напомню, скажу, не знаю я к тому времени, когда выйдет этот расклад, выйдет ли анонс. В четверг, 7 числа я проведу прямой эфир. Если у вас есть какие-то вопросы, когда я выложу анонс в разделе сообщества, в комментариях вы можете написать. Опять же, такие вопросы не обязательно... Я не знаю, какие-нибудь философские. Можно даже в раскладе. Вот что-то услышали в раскладе, либо что-то увидели и хотели спросить. Вот как раз прямые эфиры, они даются для того, чтобы вы задавали такие вопросы, которые, если я в состоянии... Потому что я не знаю многое. Если я знаю что-то, я с вами поделюсь и отвечу вам на этот вопрос. Вот. Если я буду способна. Поэтому пишите разные вопросы. Вот. И мне кажется, тогда будет интересная беседа. И на день женщины тоже хочу, на 8 марта, да, хочу что-то придумать. Есть у меня задумка. Вот. Ну, о ней вы, наверное, уже узнаете как раз-таки в пятницу 8 марта. В разделе сообщества обязательно напишу анонс. Если свою задумку реализую, вы об этом узнаете. В любом случае заглядывайте в раздел сообщества и читайте анонсы. Вот. А я хочу вам желать уже весеннего, да, весенней недели, приятной. Надеюсь на то, что погода у вас уже идет на потепление, да, в лучшую сторону. Вот. Может быть, уже что-то и цветет, и будет радовать глаз. И в надежде на то, что весна постепенно, постепенно будет включать в нас процессы, да. Мы будем пробуждаться от зимней спячки и начнем постепенно действовать. Вот. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok